ну привет дорогие друзья всем добрый вечер сегодня специальный день тяжелый день было очень занятый день но я решил вам показать что как в норвегии украшает дома именно на рождественский время и вот сразу можно увидеть это самая красоту вот это все настоящее серебро это не просто металлическое это идет в поколение в поколение дорогие друзья и вот там видно дедушка мороз и вот он еще один и ну короче это переживает тоже грунт короче украшения на полпути скажем так и сегодня как бы я вот хочу перед отъездом просто показать как люди могут украшать себе дома конечно не все ползи готовы на стою не елки не хватает елка она не успела не успели вот а я завтра как говорится уже уезжают пути и в этом году я не смогу вам показать как люди или там у нельса у карина кто меня сможет поймет о чем я говорю моих друзей так как они украшают я к сожалению это не смогу показать ну покажу кое-что потому что очень популярный цвет у норвеги люди в новогодние очень любят красный цвет есть белый из другие ну кому как ну в основном многие используют красный цвет это очень богатый цвет красивый мне это мой цвет тоже кстати любим и и вот и собрать внимание занавески все как-то еще не сделал еще этот столик накрыть красный скатертью вот стол уже кстати уже накрыт умывать потому что на регионе очень прекрасный цвет и вот обратите внимание вот на картине на фотке там алвит и гуна и сына и у них тоже как разный цвет почему-то и звезда кстати насчет звезды я хочу сказать никогда не вешайте звезду который концы раз два три 4 5 это звезда неправильно должно больше семи раз два три 4 5 6 7 вот это считается звезда потому что петель считается дьявольские звезда а теперь я хочу показать при кушке истикотворение вот тут еще отделом мария еще иисус родился вот это было снято с вертолета и но это летнее время сейчас у нас зимнее время кстати у нас на улице сегодня было да невероятно невероятно тепло плюс 6 градусов было и небо осеннее голубое солнце светило допущение будто весна было ну куда это весну весна и уже думать о весне он 2 гаврика стоит там хабриком он еще 2 гаврика гаврика так пойдем мы дальше посмотрим в сторону а у тебя буду что-то укажет замызка но еще наш бедняга старается это между окном кстати вата и этим попри кушке кстати между окном у дочки сильно гонора сестры это было это все типы кушке были у нее эти игрушкам уже больше 30 лет 30 лет круто слушал что у меня есть у меня дома что только сохранилась только рисунки класс классно 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 ну дорогие друзья еще хочу сказать о новогоднем напитке называется глюк или глюк как называется кстати хочет варить воду кипятит потом туда воды и добавлять туда эту еще можно орешки добавить туда и изюм тоже им будет как горячий горячий напиток ну такого не такой вкус такой спирит именно только только на новом году в норвегии покупаешь такой напиток очень такой ой как вам бы это объяснить на вкус такой специфический специфический такой вкус он что-то может быть на квас ну не квас не квас потому что он горячий он подается именно горячий и называть по-новежски глюк глюк но я называю глюк все смеются люди что как каждый раз когда я называю или не тоже всегда смеялся если так интересно говорю глюк так и сейчас я хочу показать сколько налить чтобы примерно знали если кто-то будет в норвегии 1 3 3 делей как 3 там в умира мирный 3 а короче короче вот такая куру вот и короче такая кружка до половину но чуть меньше половину вот так где-то будет и именно капитком заливается блин их вам придать этот запах передать вот такие вот и вот и горячий очень это только на на рождество во и вот эти вот перемешка там идет и изюмчик идет вот такой вот и вот видите она всплывает вот это вот это рождественский напиток глюк а его вкусно и до рождества но не после рождества сколько на здоровье а еще помешать еще можно и вот это дело размешать вот такой а еще дорогие друзья не стоит что они делают варю 3 рис а не рис а гречку делают кашу и если прям вот нас 4 до с на комом и вот это 4 4 или больше больше варит кашу рисовую и ложь туда такую большую такую маму мандель ореху но потом берет какой-то подарок прячет ну не прячет ну и потом когда это никто не должен не никто не должен выйти потом этот мандель какой-то из тарелки ложит и кашка и каши закрывает рисовой каши закрывает там будет соль ой соль сахар будет и масло и каша еще они добавляют сверху этот вот канель ну мало как всегда ну вот чуть-чуть есть канеля вот потом добавлять туда канель в этот сверху и тогда потихоньку не так чтобы мешает сразу сразу все там все смешать а вот так вот берут и кто-то и кто-то кому-то очень повезло получать эту косточку во рту и он выигрывает подарок а там к бараре там может быть шоколадка заяц там шоколадный что-то еще ну это в основном что дети и что взрослые я помню когда олег был живой это каждый год так всегда было и вот сейчас ауи тоже делает ну это как бы традиция вот так все это уже типичный молодежная комната для тусовки нормально всего все будешь то играться я помню кстати метод когда такие лампочки я вижу я помню когда был маленький хоть история как немножко история там вспомнилась скажи скафу теле не истории умные барыли на насчет света хочу рассказать историю помню лет 12 тогда было мне 12 лет это было да и в летом короче не надо не знаю как нашел лампочку маленькую лампочку не маленькую лампочку а потом один был друг хороший хороший его звали борька более масло звали не знак откуда эту лампочку я достал но у меня-то лампочка была а батарейки не было а у вас есть помойка есть на помойке там 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 все пошли типа ну там с друзьями другими пошли все на помойку искать батарейки рычем-рыщем пришли в лес на помойке батарейка и проволока есть все лампочку замотал и батарейка еле-еле горит но это было все это было все что свет горит маленький вот таким огнюшки мне напоминает об этом эти вот эти вот лампочка но кладбище побольше таки советские были таки чуть чуть побольше такие там на 6 вот 3 вольта было на 12 вольт вот эта лампочка у меня есть эта лампочка она мне сохранилась потому что я мне этот лампочка дал борька ну мой друг который мы вместе выросли вот и она мне до сих пор у меня дома ну такое воспоминание так лучше у тебя еще у меня и это все управляется вот пультом кстати кино классно да ты смотри классно вы думаете настоящий свет нет вот электронный электрический и можно же регулировать можно а тут и можно выбрать время сколько ему отгореть типа работать четыре часа восемь часов включить и выключить ну и все я тут так должны это же купить такое все работает а вот такая в такое время сейчас все можно сделать помню когда чтобы электроник что-то батареи его 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 что-то электронику достать где-то что-то ой это было очень мало с этим было а теперь думаю не надо это уже да это уже дорогие друзья видели вот такой слайд вот сюда вот когда свечку зажигаешь и она от жары она нагревается и крутит сама просто крутит потому что я уезжаю они не успели ничего завтра кстати да завтра тоже покрывать одежда будет покрывать немножко проблему потому что я сейчас купил билет на поезд оказывается у нас это норвегия кстати билет на поезд информации как бы я не видел информацию потом сейчас в франции выходит или мне ловит говорит что все сергей осторожно будет приезжать и в аэропорт намного раньше потому что сейчас между аскер и одним следующей остановки идет большой огромный ремонт и поезда все куда туда приезжают мимо они не могут приехать мимо им надо ждать очереди или пропускать или вообще могут отменить я немножко что не низко в шоке сейчас когда я сейчас а вот не сказал я же билет купил все это сделал уже на поезд вернее чтобы не быть во время на в аэропорту и там я уже буду я думаю видео снимать уже буду уже во время поездки так что гонор дома остается мы будем посылать эти файлы посылать как я и делаю когда ехал в турцию делал я файлы буду ему посылать он будет потихоньку вкладывать и если не будет проблемы с интернетом вот вот это точно не могу гарантировать асиро таблики и себе и проблеме интернет я сказал ну что так как так может быть что если видео именно в этот день или через день не придет так вы поймите что я буду там он будет здесь эти файлы должен посылать ему я надеюсь что интернет будет хорошей так что у нас еще а ну кому а рови завод а это было юбил по турне с но кому юбилит ренестер веке вместе веке я буду на гордость то юбичка придет настоящая но хелчим недели на что вы должны быть рженька настоящая рука они пластичка пластиковая но меня тогда не будет Ну вот так Гуль С Рождеством Помню, когда я приехал в Норвегию Я просто много не говорил А просто наблюдал Глазами так Как люди там Поют песни новогодние Рождественские И там Тоже ходят Кстати, вокруг елочки тоже ходят И поют песни Потом как-то еще кланятся И буквос Ну потом Стихи рассказывают Жалко, что не могу это все показать Жаль, жаль Ничего, мы и живем не один год Так что будет уже В следующем году Обязательно покажу Вот Он сказал, что мы желаем Ректи хорошего года И надеюсь, что все 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 Я надеюсь Гуднер сказал Ну и от меня это тоже Но и от Алвида Дорогие друзья С наступающим Рождеством Но я знаю, что В России Числов другие Но там Не временно Это Рождество Справляют У них там Там раньше Я забыл уже Так что Пишите комментарии Вот когда вы Рождество Справляете Или Новый год Или что-то еще По-другому По-европейскому Вы можете Сende oss Юлибилдер По-мейленам Сергей Life Norway А Если у вас Какие-то есть Фотографии Которые вы можете Сделать Рождество На Новый год Посылайте мне На Мейлен Вистина По-видеом Да На мае Будет стоять Через на мае Будет стоять Мой То есть Наш Почтовый Адрес То посылайте Поэтому фотки Будет И посмотрим Как вы Справляете И как Вы украшаете Потому что Я не могу Много показать Но мне очень Интересно Посмотреть В других местах Как вы Украшаете Новый год Или Рождество А вот Самый Самый Красавец Самый Украшанный Красавец А Кстати Такой Пополнел Тяжеленький Став Так что Вот такие Дорогие Друзья Вот такие Ну немножко Так вот Вам Рассказал Немножко Чуть-чуть Совсем Чуть-чуть Ну хоть Что-то Потому что Завтра У меня Будет Поездка В аэропорт Займет Это Где-то Три часа На поезде Но Будет Приключение Потому что С поездом Наших проблем Может На машине Ну посмотрим Все На видео Буду показывать Буду все Как это делать Так что Чуть-чуть Рано Говорю Ну с родственством И Пожелать удачи Чтобы у меня было Все хорошо Чтобы Ничего не Приключилось А потом А я потом Когда уже Приеду На пункт Назначения Только тогда Я скажу Куда я приехал Куда я прилетел А потом Уже там Все остальное По ходу По ходу Соблети Так что Всем удачи Здоровья И до следующего Наше видео Пока Пока Пока